Итогом отопительного сезона 2019-2020 года и задачам по подготовке городского хозяйства в предстоящий осенне-зимний период, а также реализации пунктов комплексного плана мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию города Пинска на период до 2020 года, направленным на повышение качества городского энергосбережения, было посвящено апрельское заседание городского исполнительного комитета. С подробностями наш корреспондент. В конце апреля председатель горе-сполкома подписал распоряжение об окончании отопительного сезона. И не успели остыть батареи в квартирах, больницах, общественных учреждениях, как началась подготовка уже к следующему отопительному сезону. А чтобы учесть все нюансы прошедшего, его результаты проанализировали в Пинском исполкоме. Городские объекты в отопительном сезоне 2019-2020 года работали устойчиво. Отпуск тепловой энергии производился в соответствии с утвержденным температурным графиком. Принятые организационные практические меры позволили не допустить возникновения крупных чрезвычайных ситуаций на объектах, жизнеобеспечения и транспорте, длительных перебоев электротепла, водоснабжения. Возникающиеся повреждения устранялись оперативно. В целом, руководством пинского филиала Госэнергогазнадзора дана удовлетворительная оценка прошедшему сезону и тому, как работали в этот период пинские тепловые, электрические сети, водоканал, Пинскгаз и ЖРЭУ. В целом, помогла температура. Средняя за зиму была плюс полтора градуса, что на 5,5 градуса выше средней температурной нормы. Порывов, как таковых, не было. Но есть вопросы, над которыми хотелось бы поработать в этом году. В целом, это касается технических средств, которые, в принципе, не влияют на обеспечение энергии потребителей, но необходимы в случае возникновения аварийных ситуаций для оперативного их устранения и для обеспечения охраны труда работников. Немаловажным аспектом является рациональное потребление энергии. 76 актов и предписаний Госэнергогазнадзор направил соответствующим службам. Но в ходе анализа состояния теплосетей ЖРЭУ города Пинска сверхнормативных потерь теплоэнергии не выявлено. За прошлый год они составили 8,5 при нормативе не более 11%. В межсезонье, как это обычно происходит, будет вестись капремонт теплотрасс, водопроводов, линии электропередачи. Мы увеличили для себя объем выполнения работ как по текущим ремонтам тепловых сетей, так и по реконструкции. В этом году по реконструкции мы планируем порядка 12 километров выполнить. И хочу сказать, что по реконструкции мы начнем уже в мае месяце реконструкцию без отключения ГВС потребителей горячей воды. На этот год мы определили по реконструкции 7,5 километров линий, мы поменяем, и по ремонту 13,5 километров. Что касается электрокотлов и реконструкции подстанции Тель-Западная, значит, мы совместно работаем с тепловыми сетями, чтобы к сентябрю месяцу эту работу закончить. Финансирование у нас подтверждено, поэтому, конечно, сейчас происходит сокращение немножко строительства сетей природного газа. Вы, как уже слышали, между годом только планируется 3 километра. Там, где люди желали, где у нас были капла застройки, именно тех условий на природный газ, те были построены. А сейчас новое все идет с учетом использования электроэнергии. И мы с мая готовы приступить к перекладке проблемного водовода по-ленинградски от Машковского до Гоголя. Если будет возможность, дадут погодные условия и финансовые возможности будут, то будем перекладывать до железнодорожного. Но это не считая тех небольших участков, которые имеются малого диаметра, которые имеются и на воды в ЦТП, и просто уличные сети, которые мы меняем сразу по ходу. На капремонт и реконструкции потребуются немалые средства. Руководство города ставит задачу искать альтернативные источники финансирования. Как, например, это делают ЖКХ при замене светильников и ЖРЭУ при покупке оборудования для автоматизированной системы подачи теплоэнергии. В следующем году мы подавались на комитет энергоэффективности и уже подтверждены финансирование в объеме 100 тысяч рублей на приобретение энергосберегающих светильников для города. Мы отрабатывали финансирование с комитетом энергоэффективности, запрашивали около 400 тысяч белорусских рублей. Нам подтверждено финансирование в размере 156 тысяч. Работы в межотопительный сезон предстоит немало, чтобы осенью с наступлением холодов в домах пинчан было тепло и без перебоев подавалось электричество.